Здравствуйте, с вами личные финансы. Здравствуйте, Руслан. Добрый день. Итак, в новом году хочется все-таки вернуться к старому, обсудить прошедшие темы. Например, очень многие люди под конец года решили, что им интересно действительно инвестировать, заниматься ценными бумагами, валютой. Но для этого нужны определенные знания. Где эти знания получать? Какие книги читать? Где обучаться? Да, действительно, знания нужны. Люди в этом сами убеждаются всякий раз на своем опыте. Опыт показывает, что действительно грамотности финансовой не хватает. В условиях нестабильности, когда валюта резко скачет, очень часто люди принимают неверные инициационные решения. Они очень часто основываются на панических настроениях, на слухах и так далее. Например, в декабре были дни, когда возникали слухи о том, что там система виза, например, прекратит обслуживать карты. Люди штурмовали банкоматы, того же Сбербанка, кассы и так далее. То есть совершали необдуманные поступки, основанные на эмоциях, тем самым сами же усугубляли возникшую ситуацию. То есть действительно в банкоматах кончались деньги и нечего было снимать. И казалось, что вот оно все плохо. В конце декабря, когда резко подскочил курс доллара и евро до 80 и 100 рублей соответственно, в обменные пункты стали выстраиваться целые очереди, чтобы купить заветную валюту. Но очень быстро на следующий день курс вернулся в прежнее русло. И многие люди, по сути, потратили лишние деньги. Чтобы такого с вами не произошло, мы советуем заранее распределять свои накопления. Думать о том, как и где вы их будете сохранять и приумножать. Конечно же, для того, чтобы сохранять и зарабатывать, нужно все-таки более глубоко смотреть на вещи и собственное сбережение как-то инвестировать. Мы об этом говорим уже третий год. Мы не раз упоминали о том, что для того, чтобы изучать что-то, не обязательно поступать в дополнительные университеты. Говорим о том, как покупать ценные бумаги, о том, как инвестировать в валюту и так далее. Я думаю, в начале года финансовый рынок будет относительно спокойным. Можно будет попрактиковаться? Конечно, конечно. Можно получить какую-то практику, потрогать на учебном счете, например. Такой вопрос я очень часто сталкиваюсь с различными историями известных бизнесменов, инвесторов и так далее и тому подобное. Какие самые интересные такие судьбы? Любой пример, конечно же, поучителен. И я думаю, что хотя бы для общего развития следить за ними есть смысл. Понятно, что реализовать на практике, например, историю Джорджа Сороса, который в 92-м году обвалил английский фонд, не удастся. То есть нет тех обстоятельств, тех условий, которые в тот момент имели место быть. Я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки у нас всегда что-то было за душой, как говорится. Неважно в каком виде, важно, чтобы вот эти инструменты, которые мы выбрали, они оказывались бы диверсифицированными. То есть все наши сбережения, все наши яйца в одной корзине бы не лежали. Литературы очень много. На эту тему можно в интернете найти целые группы в социальных сетях, где очень много чего написано на эту тему. Книг об инвестициях написано достаточно много. Если вы начинающий инвестор и никогда не сталкивались с экономикой, то стоит начать с легкой для восприятия литературы. Общеобразовательных книг о финансах, биржах и инвестициях. Также уделяйте внимание экономическим статьям в газетах и журналах. Дальше – больше. Выберите специализацию, например, золото, акции, валюта или другие инструменты и изучайте. А в каких программах нужно обучаться деятельности на бирже? Торговые программы, такие как «Транзак», «Квик», мобильное приложение «Финамтрейд» и так далее, они позволяют в демо-режиме, то есть не используя реальные деньги, увидеть, что и как происходит на биржах, попробовать совершить первые сделки и испытать, может быть, первые эмоции радости, например, от того, что возникает прибыль, либо огорчение от того, что возник убыток. Хотя сразу предупреждаю, что со временем с этими эмоциями нужно бороться, потому что они мешают в эффективной работе. Ну, опять-таки… Ну, как это произошло в конце декабря, например? Например, да. В любом случае, в начале торговли это надо испытать, чтобы понять, что такое. А в дальнейшем понять и принять для себя, что эмоции нужно отключить для того, чтобы торговать эффективно. Ну, вообще, рекомендуйте сначала демо-счеты открыть? Безусловно. Ненадолго, не надо, как говорится, увлекаться демо-режимом, как у нас некоторые любят, к сожалению, наверное, там… Слышал я такие примеры, когда человек месяцами или даже на протяжении года-двух работал на демо-счете, создал, как он сам утверждает, торговую систему, и с этими знаниями, которые, на его взгляд, помогут ему стать миллионером, начинали торговать на реальном счете. А вдруг выяснялось, что на реальном счете все по-другому. То есть, все-таки, демо-счет – это для того, чтобы научиться нажимать на кнопки, для того, чтобы увидеть, как это происходит. А торговые стратегии, работающие, можно создать только на реальном счете, когда есть вся полнота ощущений от реального рынка. Ну, и опять те же самые эмоции. Конечно, которые, правда, нужно уметь отключать, чтобы не быть движимыми этими эмоциями. То есть, эмоции, они у нас есть, мы существа эмоциональные, да, вот, но, опять же, потакать им и принимать решение на основании эмоций мы не имеем права. Ну, и, конечно же, нужно уметь следить за новостями рынка. Да, конечно. Следить за новостями рынка как такового и новостями в целом успешный инвестор должен уметь. За какими новостями нужно в первую очередь следить? То есть, это экономика и политика. То есть, политика, я так понимаю, очень сильно влияет все-таки на рынки. На таких рынках, как наш, как показывает опыт, политика является основным, наверное, новостным фактором, который влияет на события финансового сектора. Очень важно следить за новостями в сфере экономики и политики. Ведь даже высказывание лидера одной из стран может повлиять на курс валют, акций или облигаций. Также нужно следить за событиями, происходящими вокруг компаний. Например, в этом году негативные новости вокруг Башнефти повлияли на цену акций. Несмотря на то, что показатели предприятия не менялись. Насколько нам известно, мы об этом уже не раз тоже говорили, что на Западе люди все-таки более образованы именно в сфере биржевой деятельности, ценных бумаг и валюты. Статистика такова, что у нас менее процента населения России имеют активные брокерские счета на бирже. Это очень мало. Я не хочу сказать, что на Западе половина населения активно торгуют. Нет, но так или иначе треть людей имеют счета, которые с юности открываются и каким-то образом пополняются для того, чтобы формировать накопление. Поэтому нам есть куда расти. Я думаю, что вместе с ростом нашего рынка, который не за горами, также будет и расти количество активных участников. Например, после кризиса восьмого года, в девятом-десятом годах, когда рынок наш бурно восстанавливался, количество клиентов в бирже тогда удвоилось. То есть на волне роста это всегда происходит. Я думаю, так оно и будет дальше. Ну что, спасибо большое. Мы надеемся, что наши телезрители будут и дальше просвещаться, узнавать много нового и узнавать много новых новостей. В том числе в этом будет и наша заслуга небольшая. Смотрите личные финансы и инвестируйте грамотно.